Грузоподъемность и количество посадочных мест делает этот лимузин большим автобусом. Приравнивается он к категории D. Раз занимается пассажироперевозками, то техосмотр должен проходить по новым правилам уже сейчас. Фото автомобиля до техосмотра и после. Вот основное новшество. Два снимка покажут, сколько времени было потрачено на данные процедуры. И если меньше часа, то уже есть повод усомниться в подлинности техосмотра. Также должны совпадать и геоданные. То есть, если диагностическая карта сделана не в лицензированном пункте техосмотра, то единая автоматизированная информационная система просто не пропустит документ. Лобовое стекло без трещин, тормозная и рулевая системы в исправности, работающие и правильно отрегулированные световые приборы. И много чего еще. Чтобы пройти техосмотр, в порядке должно быть все. За этим теперь будет следить не только сотрудник пункта ТО. При прохождении техосмотра водителями автобусов будет присутствовать инспектор ГИБДД, который будет контролировать проведение техосмотра в целях избежания формального подхода к техническому осмотру транспортного средства. Задача инспектора проследить, чтобы все недостатки автомобиля были учтены. С октября в Акасе останется только 13 аккредитованных пунктов. Четыре из них в Абакане. Некоторые водители восприняли новшество спокойно. Говорят, если за машиной следить по совести, то и бояться нечего. Более повышенная ответственность должна быть. Потому что машина, не дай бог, что-то случится. Сама по себе она очень тяжелая, 6 тонн. Остановить и что-то такое сделать будет достаточно проблематично. И пассажировместимость у нас на данной машине 18 человек. То есть 18 человек пострадать, это ни при каких обстоятельствах нельзя допустить. Сейчас инспектор ГИБДД присутствует только при техосмотре автобусов. Пройти ТО можно по предварительной записи. С 1 октября сотрудник полиции будет находиться в пункте постоянно и обращать внимание на каждый автомобиль.